Добрый день, мои дорогие! В эфире изо-студия имени Степашкина преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня в ролике я хотела бы с вами продолжить разговор о линейной перспективе и разобрать, какие еще виды этой перспективы существуют и как их рисовать. Приятного просмотра! Один из видов линейной перспективы мы уже здесь на канале разбирали. Условно говоря, это перспектива так называемая фронтальная с одной точкой схода на линии горизонта. Это у нас линия горизонта. Это у нас называется точка схода. Значит, примерно понятие, понимание вот этой перспективы оно происходит вот таким образом. То есть, от линии горизонта из точки схода вот так вот в разные стороны пейзажа. Давайте, условно говоря, возьмем, допустим, некий морской пейзаж, где у нас на линии горизонта вот здесь вот виднеется море, как бы некие кораблики, да? Вот. И потом вот это вот вот этот вот средне-земноморский морской пейзажик такой, да? Вот он, допустим, уходит у нас в линию городка. В линию такого итальянского красивого среди-земноморского городка, да? Таким образом, значит, вот я вам нарисовала вот здесь вот у нас, допустим, заканчивается набережная и начинаются домики, да? Вот. Таким образом я вам нарисовала начало некой обычной фронтальной, то, что называют фронтальной перспективы. Значит, обратите внимание, что все окошки, все арочки вот этих домиков, да, они у нас привязываются к точке схода на линии горизонта. вот таким образом, да, как бы, конечно, то есть изначально домики, да, у нас начинают быть похожими, как бы, на коробочки такие, вот, но я рисую, естественно, по представлению и упрощенно, да, то есть, чтобы вы, допустим, любую реплику, любой какой-то пейзажик, который будете рисовать с натуры или как творческую работу, да, то есть вы понимали, как строятся, строятся вот эти вот городки различные с обычной фронтальной перспективой, которая у нас идет с одной точкой схода. Вот любые окошки или арочки, да, посмотрите внимательно, они точно так же привязываются вот по направлению, по направлению к линии горизонта, линия которого сходится в точку схода. Вот это очень важно понять и запомнить при любой, так скажем, компоновке, да, похожих пейзажей. Вот здесь вот, да, допустим, у нас крыша. У нас крыша то же самое, вот она такая, она немножечко получилась смешная, но то же самое, то есть любая крыша любого домика, она привязывается к точке схода на линии горизонта. Все, допустим, окошечки, все балкончики, то есть все наши вот эти вот красивые маленькие детали, да, которые мы стараемся нарисовать в любом такого плана пейзажа, вот они, они у нас вот таким образом стремятся к линии горизонта в точку схода. Вот, ну, я как бы очень примерно, да, очень примерно набросала вам для понимания. Можно, допустим, вот здесь вот попробовать нарисовать, допустим, у нас идет за домиками вот какая-то башенка, да, и посмотрите, так как у нас башенка, как бы, она уже приподнимается над линией горизонта, естественно, башенка круглая, и, естественно, значит, ее овал, вот этот вот овал башни, он у нас будет стремиться вверх, да, то есть вот таким образом, потому что он уже возвышается над основной линией горизонта, и он возвышается, допустим, вот над этим морским берегом, который у нас идет над дальним плане пейзажа, вот, значит, вот таким образом примерно, да, выстраивается обычная фронтальная перспектива у пейзажей такого характера, значит, смотрите, допустим, я вот здесь вот задумываю нарисовать старинную брусчатку мостовой, что очень часто в таких городках, да, таких средневеково-средиземноморских, она встречается, значит, посмотрите, вот так вот брусчатка, да, брусчатка старинной мостовой, не забывайте, пожалуйста, то есть ее камешки, они тоже уходят в перспективное сокращение, да, это очень важно, я сейчас, естественно, рисую, как бы, быстро и схематично, но вы все вот эти вот моменты обязательно должны улавливать, то есть, чтобы в вашем пейзажике было вот это вот настоящее конструктивное правдоподобие, это очень важно. Следующий вид линейной перспективы, значит, он немножечко посложнее, я его также изображу достаточно схематично, значит, есть некоторые пейзажи, да, у которых есть две точки схода и, например, домик к зрителю, да, он стоит как бы углом, вот, и, соответственно, вот у нас получается, что вот таким образом у нас фигурируют две точки схода и наш домик, там, не важно, наш городок, наше здание, да, они выходят на зрителя из двух точек схода, значит, вот таким образом я сейчас вам для понимания, да, расчертила листочек, соответственно, вот это у нас линия горизонта, это у нас точка схода один, это у нас точка схода два, вот, соответственно, от нее же вот так вот вверх, то же самое, постепенно, да, вот так вот, такими вот, как-то сказать, биссектрисами, да, вот так вот у нас идет переновка, и, допустим, давайте здесь вот попробуем нарисовать, ну, некое такое здание, допустим, с башенкой, теперь, значит, вот посмотрите, вот так вот, да, еще по точкам схода, которые вот у нас расходятся вот таким образом в перспективу, значит, мы сформировали, допустим, вот некий такой домик дополнительный, да, вот он, и, допустим, подрисуем еще один домик в этой композиции с двумя точками схода, допустим, где-то вот здесь, вот, к примеру, я его хочу сделать поменьше, и немножечко вот так вот в отдалении, да, то есть не на этой линии, не на этой, а вот немножко дальше, да, вот, то есть дальше, чтобы вот у нас все стеночки выстроились логически, они должны быть все так же в перспективном сокращении, привязанные к точкам схода, которые вот так у нас раскрываются, вот видите, да, вот, соответственно, допустим, вот здесь вот у нас будет какой-то вот такой вот домик, допустим, с остроконечной крышей, значит, мы вот так вот поднимаем вертикаль, и вот таким образом мы рисуем остроконечную крышу. Давайте вот так вот ее заштрихуем, чтобы было попонятнее, что я делаю. естественно, вы должны понимать, что это у нас рисунки специально такие схематически сокращенные, да, чтобы было большее понимание, как происходит построение объектов с двумя точками схода. вот таким образом у нас получилась как бы такая улочка вторая, да, вот она вот такая вышла. Вот, посмотрите, все у нас размещено в каркасе точек схода. Тогда здание начинает смотреться правдоподобно. последняя на сегодня информация это некий фантастический пейзаж, в котором применяются три точки схода. Значит, мы возвращаемся к нашей линии горизонта, ставим точка схода один, и здесь вот точка схода два. И вот здесь вот иногда, особенно в фотографическом искусстве у нас появляется точка схода три. то есть смотрите, точка схода один, два и три. А в каких пейзажах это применяется? Это применяется при рисовании, например, небоскребов или каких-то фантастических композиций, таких как, например, башня Саурона. То есть это те здания, те здания, которые на нашем как бы сказать, на нашей композиции должны выглядеть очень монументально высокими. Давайте мы сейчас с вами попробуем вот так вот что-то монументально изобразить типа фантастической как раз башни. То есть чтобы было ощущение очень высокого строения, очень высокого строения, используется прием трех точек схода. Значит, вот таким образом мы начинаем выстраивать нашу какую-то мрачную, феерическую, фантастическую башню. Вот у нас идет от нее фундамент. Вот. Потом я немножечко листочек поверну. Вот у нас значит пошел фундамент. Допустим, вот здесь у нас какие-то какие-то может быть тоже какие-то такие высокие какой-то стрельчатый проход такой будет. Вот он пошел. Вот высокий стрельчатый проход. У нас допустим будет какое-то вот здесь вот окно. Давайте допустим сделаем окно какое-то узкое, которое как раз пересекает линию горизонта и соответственно у окна меняются вот направления вот здесь вот по ширине начинает окно заворачиваться в эту сторону, а внизу вот в эту сторону. Допустим какие-то вот такие окна будут у нас. Вот. И что же дальше? и дальше значит вот у нас наша линия горизонта она никуда не делась она идет вот здесь вот допустим можно сделать какой-то лес допустим на дальнем плане вот здесь вот лес и вот здесь вот лес так вот вот он пошел лес допустим какое-нибудь заходящее солнце вот и что же дальше происходит с нашей башней значит наша башня начинает как бы относительно точек схода 1 и 2 вздыматься соответственно вверх да вот значит вот она у нас вздымается и дальше к примеру начинается у этой башни второй более узкий ярус вот у меня листочек лежит горизонтально поэтому как бы так называемое возвышение башни оно у меня будет ну такое не очень большое да вот а если бы я листочек перевернула бы вертикально да то есть вот эту вот высоту вот эту устремленность можно было бы прямо подчеркнуть еще сильнее да вот таким образом вот значит я вот специально сейчас вот заштриховываю грани нашей башни чтобы вам было просто более понятно что вот это стремление вот видите оно как бы оно идет и вверх и вниз соответственно вот так вот вот так вот вот чтобы нам не забывать о третьей точке схода которая тоже здесь вот участвует вот видите вот так вот у меня вот вот эти вот структуры башни они тоже как бы вот это я немножко неправильно нарисовала но они тоже становятся вот такими как бы усеченными усеченными вот вот это вот это как раз таки начинает у нас подключаться третья точка схода вот она идет вот видите и вот здесь допустим пик башни вот он уходит к третьей точке схода то есть получается что вот и она вот так вот немножко как бы раскрывается на зрителя раз два три четыре вот таким образом вот видите так то есть получается у нас идет из искажения и в эту сторону и в эту сторону и вверх это касается каких-то таких вот ну монументальных фантастических композиций или рисования небоскребов вот таким образом всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всего хорошего